5 октября исполняется год со дня деоккупации трех сел Джибраильского района Азербайджана и нескольких стратегических высот на различных направлениях. В результате успешной операции азербайджанской армии в ходе Отечественной войны были освобождены села Шихалы-Агалы, Сары-Джалы, Мезря. Эту новость на своей официальной странице в Твиттер сообщал президент Ильхам Алиев. В тот же день в интервью турецкому телеканалу ТРТ Хабер глава государства рассказал о ходе боевых действий. Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении. Противник наряду с Гянджо и Белаганом обстрелял населенные пункты на территории Геранбойского, Геогельского, Тертерского, Зардабского и Бординского районов. В результате интенсивного обстрела населенных пунктов Азербайджана из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем вооруженными силами Армении, по информации на 16.00 5 октября число погибших гражданских лиц достигло 25 человек, а раненых – 127. Помимо этого, 316 домам и 56 гражданским объектам нанесен серьезный ущерб. Между Азербайджаном и Грузией подписан меморандум о военном сотрудничестве. Документ был подписан в рамках трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. Генерал-полковник Закир Гасанов выразил глубокую признательность Грузии за поддержку справедливой позиции Азербайджана во время Отечественной войны. Было отмечено, что проведение в Грузии трехсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Этернити-2021» является наглядным примером дружбы и нерушимого сотрудничества между двумя государствами. Каким образом Иран может пересечь суверенную территорию Азербайджана? Историк-политолог Резван Гусейнов, комментируя тему военных учений соседней страны на границе, напомнил, что практически половину населения Ирана составляют азербайджанцы, и официальный Тегеран наверняка это учитывает. Кроме того, в Иране должны помнить о том, какая поддержка со стороны ряда государств есть у Азербайджана, сказал Резван Гусейнов.